Доброе утро, страна! Это пункт демонический сбора крови в клинике. Вот такой здесь стоит абсолютно демонический чувак. Наконец-то у нас солнышко, начинается весна. Мы находимся с вами рядом с метро Табалаба. Это торговый центр, самая высокая башня в нем в Африке Америки. Здесь огромное количество магазинов находится. Вот, построили его недавно, скажем так, 2-3 года назад. Это место является излюбленным местом самоубийц, потому что все очень любят залезть повыше и прыгнуть пониже, красиво полететь. Сейчас мы будем проходить мимо двух львов, Каи, которая называется, Каи улицы, которая называется Львы. И пройдем мимо по улочке, которая имеет абсолютно немецкий шарм. Видимо, как пережиток немцев, которые когда-то приехали в Чили. Вот, посмотрите, какие здесь витрины магазинов, оформленные в китайском стиле. Наверное, это как намек на то, что все вещи, которые продаются в этом магазине, были сделаны очумелыми китайскими ручками. На самом деле, красиво. Торговый центр. Кафе Starbucks внутри находится также. Этот ритейлер, один из самых крупных в Латинской Америке, называется Бариж. Вот вторая их витрина, тоже украшена в китайском стиле. А вот, собственно говоря, улица. Сама улица. Реклама на здании висит какого-то блокбастера нового фильма. Сама улица. Мне очень нравится эта улица, достаточно оживленная. Это район Провиденция. Вот мой любимый магазин Лапаруня. Здесь продаются всякие орешки, семечки, всякие штуки для здорового образа жизни. Очень мне он нравится. Лапаруня. Немножечко окину взглядом. Продолжаем поход по одной из самых оживленных улиц Сантьяго. Провиденция. Здесь можно перекусить в кафе. Вот такие вот есть забегаловки. Смотрите, в магазине у меня покупалась кафе, кстати. Вот есть и забегаловка в Кахстане. Это известная чилийская франшиза. Они делают всякие разные булочки, маффины, шоколадки. Продают кофе. И также можно посидеть в кафе. Бутерброды, сэндвичи. Ну, не очень дорого. Но не могу сказать, что я в восторге от этой франшизы. Такой булочный фастфуд. На самом деле, мне больше нравится что-то аутентичненькое. Также на противовомой стороне этой улицы, в той стороне, находится салон, где работает мой знакомый Тура. Парень из Турции, который сделал мне татуировку. Обалденный, крутой чувак. Посмотрите, какой чудный лифт. Посмотрите, какой чудный лифт, который идет по углу здания. Здесь находится очень много, еще с 2012 года. Здесь находится салон, антикварный салон. Здесь продают всякое антикварное старье, скажем так. Продолжаем. Продолжаем поход по главной улице. По густо. До Селеной улицы. Так, что хочу вам сказать. То, что вот здесь тоже продают овощи и фрукты в ларьках на провиденции. Но они несказанно, несказанно дорогие. Ужас. Комендоры 1000 песо за килограмм. Это очень дорого. Вообще, какие дорогие цены. Я снимаю бар Лузьяна. Это очень старый бар. Когда-то в 2005 году я познакомилась здесь с своими чилистскими друзьями не только. Культовое место. Очень интересно. И, к сожалению, за то, что сейчас очень много офисов, его... Я не думаю, что он долго проживет. Я думаю, что тоже его закроют. А вот это вот один из самых любимых моих райончиков. В 2005 году, опять-таки же, здесь были бары. И здесь недалеко, вот, по-моему, справа или слева от меня, был публичный дом. Куда я очень хотела прорваться. Ну, чтобы посмотреть, как турист. Но меня, естественно, не пустили. Сказали, что женщин не пускают. Посмотрите, какая прелесть. Архитектура старая. Вот. Вот, смотрите. Скорее всего, это немецкое наследие. Вот эти вот миленькие домики. С абсолютно миленьким фонтанчиком. Скверик. Очень милый скверик. Сейчас вытесняют бары, и все больше становится офисом. Я очень люблю именно эту улочку. Это очень коротенькая, маленькая улочка. Мне она очень нравится. Здесь много всяких интересных, необычных магазинчиков с одеждой, с всякими приколюхами. Я бы тоже очень сильно хотела иметь здесь свой магазинчик. При гламуренной одежде для танца. Я не знаю, сколько здесь стоит аренда. Мне сложно предположить. Страшно представить. Вот. Но посмотрите, какая красота. Ты просто немножечко сворачиваешься в главные улицы, где суета и куча народу. И попадаешь вот в такую вот Европу. Магазинчики. Магазинчики всякой разной одежды. Пахнет китайскими благовониями. Нет, индийскими. Почему китайскими? Вот. Пахнет индийскими благовониями. А сейчас мы пойдем в чайную, потому что мы будем встречаться с нашими друзьями. В чайную. Они сидят в чайной и пьют чай. Это вот там. Вот. Мы вышли. Здесь еще сохранились кафешечки неплохие. Подают очень хороший кофе. Вот. Мы пришли в чайную, в которой мы встречаемся с нашими друзьями. И сейчас мы зайдем внутрь нее. Здесь подают разные сорта чая. Вот. Ну и кофе, естественно. Вот мы заходим. Вот. Посмотрите, сколько народу. Пахнет своеобразно. Пахнет чаем. Не так, как пахнет обычно в кафе. Кофем. И, соответственно, здесь очень много сортов чая. Вот. Посмотрите, сколько. Гигантское количество сортов чая, которые можно попробовать. Пуэр. Кокосовый чай. Вот. Стоит чай в чайничке. Находится на улице Санта-Магалена, кстати. Чтоб вы знали. Если вдруг приедет в Чили. Вот. Смотрите. Можно взять в подарок что-то, какой-то чай. И, соответственно, ну, естественно, мое, как спортсмена, самая любимая витрина. Это вот это. О спорт ты жизнь, о торт ты сладкая жизнь. И, соответственно, можно купить кофе. Вон стоит кофе-машина. Сейчас как раз этот кофе я и куплю. А, и даже есть второй этаж. Йоу. Ну, мы туда не пойдем. Соответственно, мы сейчас тянем и будем посидеть на улице. Сейчас только поймем, как эта дверь открывается. Подождите, не туда, а вот сюда. Открыли. Подержите дверь. Спасибо. Мы попили чаю и приехали в Сантьяго-центр. Центр Сантьяго. Мы дойдем отсюда до музея БС Артес. Оттуда повернем направо и дойдем до моей работы. Все самое уникальное. Вот здесь вот очень красиво. А когда ты пересекаешь вот эту дорогу и выходишь на ту сторону, начинается абсолютно промышленный торговый район, который мне совершенно не нравится. Там очень много разного народа и очень грязно. А здесь мне очень нравится. Здесь красиво. Воскресенье здесь для детей устраивают кукольные театры, выступают клоуны, гуляет куча народу с собаками. Также делают карбатику на полотнах воздушных. Я люблю здесь гулять. Я специально выхожу пораньше на метро, на одну станцию, чтобы пройти здесь пешочком. Мне очень сильно нравится. А, вот смотрите, высоко на здании дома, вон там, если вы видите, кремлин за пальмой. Может быть, и не видите. Ну, я видела, в общем-то. Поверьте мне на слово. Уже пахнет весной. У нас конец августа. Вернее, 18-е число. Вторая половина августа началась. Уже пахнет весной. Сегодня очень тепло. Вот. В Чили зима приходится на летние месяцы. У нас в России это июнь, август, июль. А декабрь, январь, февраль – это лето. И я в детстве, когда жила в городе Северодвинске, всегда мечтала, чтобы у меня день рождения был летом. А у меня день рождения в январе. И я всегда говорила маме – мама. Я так хочу, чтобы у меня день рождения был летом, потому что я хочу гулять с друзьями на природе, отдыхать, прыгать на скакалке, играть в резиночку. А мама мне говорила – это нереально. Не стоит мечтать о несбыточном. Это нереально. Так вот, я теперь хочу заявить во всеуслышание – это реально. У меня день рождения летом. Вот еще один памятник. Вот эти жилые дома. Они немножко похожи на богемные. В плане того, что там на балконах, если поближе присмотреться, есть много различных картин, музыкальных инструментов. Чувствуется, что там живут творческие люди. В этих домах на первом этажах, вечно я знаю, что есть различные офисы, в которых сидят маленькие-маленькие компании, такие. Мануфактурки, скажем так, которые глятут в сумки, делают вышивки, детские игрушки. Обалденный район. Вот это вот. Убираются, видите? Все очень аккуратненько. Пахнет зеленью, пахнет весной. Хочется бежать, скинуть с себя тапки, бежать по траве. Чтобы волосы так на голове развивались. Но нельзя, потому что нам надо работать. Нам надо работать. Посмотрите, какие высоченные деревья. Ели. Гигантские просто. Привет! Привет, мой друг! Привет! Как коло в Чили! Спасибо большое! Приятные люди. А вот детская площадка. Вот про это я говорила. На выходных здесь уйма народу. Интересная детская площадка. Очень хорошо обустроена. И здесь как раз устраивают детские всякие праздники, когда тепло. Обожаю детских клоунов. Они бесподобны. Вроде бы мне не 6 лет. Вроде бы мне не 6 лет, а мне тоже смешно. Может быть мозг у меня просто такой маленький. Остановился к развить. Мне еще нравится муниципалитет для Сантьяго тем, что здесь постоянно приводят в порядок улицы. Вот посмотрите, весна только началась, а народ уже стрижет траву. Очень вкусно пахнет. Молодцы. Облагораживают. Вот видите, там вдалеке мы подходим к музею изящных искусств Сантьяго. Там постоянно проходят выставки. Они частенько меняются. А с другой стороны этого музея есть вход в институт или в университет. Я точно не знаю. В институт изящных искусств. Я была несколько раз внутри. Каждый раз необычные, интересные, какие-то новенькие выставки. Конечно, я лично сказала бы, что это не сравнится с Пушкинским музеем. Или с Третьяковкой, или с Эрмитажем. Но тем не менее, мне тоже очень нравится. Уличная библиотека. Здесь люди оставляют свои книги, меняют. Можно прийти, оставить книжку и взять какую-то другую, почитать. А потом обязательно вернуть ее на место. Посмотрите, книги и журналы. Бери, читай. Все абсолютно бесплатно. Переходяемся к музею изящных искусств. Красивое старинное здание. Абсолютно бесподобное. Построено в каналиальном. В колониальном. Выговариваем. Раз, два, раз, два. В колониальном стиле. Цветочки. Пальмы. Солнышко. Господи, как же здесь не хватает моря. Вот туда, вдаль, уходит район, который называется Беас Артис тоже. Это, пожалуй, мой самый любимый район в Чили. Там очень много кафешек, каких-то необычных мест, маленьких забегаловок, интересных магазинов. Люблю там ходить. И всегда при малейшем случае пройду. Обратите внимание, мощеная улица. Перебегаем дорогу в неположенном месте. Мощеная улица. Мне так интересно, наверное, когда-то давно здесь ездил сам Петро де Вальдивия на своем коне. Лиг Христа, скорее всего. Музей изящных искусств. Мусею де Беас Артис называется. Сейчас выставка. Серхио Кастиджо. Интересно. Старое здание. В нем сейчас ресторан. Раньше оно было закрыто все время. В ресторане в этом не было. Но вечером очень уютно. Очень сильно впечатляет старая колониальная архитектура. Монументальная. Посмотрите, как она выполнена. И в начале этого видео я вам показывала современный торговый центр. Архитектура современного торгового центра мне вообще не нравится. Я не знаю, кем надо быть, чтобы придумать такое убогое, безликое, серое здание. Еще идут школьники. И на лавочке лежат школьники. Под такой пейзаж хочется запеть песню. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Голоса нет, но внутри себя я очень хорошо помню. Поверьте на слух. Обратная сторона музея изящных искусств с колоннами. Здесь часто собираются циркачи. Жонглеры. В основном это жонглеры, конечно. Частенько собираются, отдыхают. Жонглируют, курят марихуану, хорошо проводят время. Толстый конь. Это очень известный скульптор. Не только в Чили, но и в других странах Латинской Америки есть его скульптуры. И все вот такие толстые. Чилийские школьники. From Russia with love. Все люди радуются. А почему люди радуются? Потому что солнышко вышло. Вот, даже собака. Обратите внимание, что собак в Чили очень часто наряжают... Ой, я тень делаю ей, извини. Очень часто наряжают в разные одежки, чтобы либо они не замерзли, либо не промокли. Здесь, я не знаю почему, но собака клевая. Красиво. Закончилась память на айпаде. Фотоаппарат почему-то не работает. Не знаю, почему не пишет. Сейчас мы перейдем на ту сторону реки. Сейчас мы перейдем на ту сторону реки, вон туда, где находятся промышленные районы. Промышленный и торговый район. Там же находится моя мастерская. Вот, там я и работаю. Мне, опять же повторюсь, мне не очень нравится этот район. Всего того, что он грязный и действительно промышленный. Вот. Но делать нечего. Так что мы идем туда. Переходим к речку. Речка называется Мопочо. Во время таяния снегов в горах она становится достаточно полноводной. Вот, смотрите. Для Мопочо... Это же вам... Извините. Для Мопочо это не дон, не северная двина. Для Мопочо это очень много воды. А летом под мостом, когда воды становится намного меньше, под мостом живут низкие социальные слои населения, необустроенные. Устраивают себе шалаши, жилища, ну, и тусуются там. Вот все, что там находится наверху, в горах, все эти ледники и снег, начнут таять. Сейчас потихонечку. И речка действительно станет полноводной. Не знаю, можно ли на резиновой лодке в ней поплавать. Я бы не рискнула. Реку. И как вы заметите, обстановка резко поменялась. Абсолютно. Совершенно другое видение. Куча непонятных граффити. Неизвестно зачем сделанных. Не совсем приятных, как бы, внешне магазинов. Вот. Все, что продают на этом рынке, все вещи, за исключением, естественно, моих, все китайское. Мне не очень нравится. Ну, можно раз вступить в какую-нибудь майку, футболку. Но не более того, что-то серьезное, я бы не стала заскупать. Вот. А вот там находится мой магазин. Поменялась. Вот. Через два шага мы уже подойдем в магазин. Здесь есть совершенно уникальный секс-шоп на втором этаже. Никогда в нем не была, но типы, которые туда заходят, они просто бесподобны. Жарятся папеи, кукурузные лепешки. Когда холодно, они очень популярны. 300 песок всего. Я пробовала. Так, вон магазин сверху. Он сейчас закрыт. Называется Лепский. Вот. Вот соседний магазин. Он тоже закрыт, потому что недавно его ограбили. И также наверху старый то ли китайец, то ли кореец, то ли китайец. Держит студию. Заходим внутрь. До свидания. До новых встреч.